Приветствую вас, джентльмены! С вами Убивака. Сегодня мы посмотрим очень интересную игру между игроками за Эльдар и Сестер Битвы. Это тот случай, когда именно Эльдарам приходится тяжело, но сражение будет проходить на карте Встреча Мудрых, которая в целом для расы Эльдар не такая неудобная против Сестер Битвы, как, например, Эмиральд Ривер, Вортекс Плато, Олтер Ричес, Файленд Сити и другие карты, где Серафимки могут творить чудеса за счет своих прыжков. Встреча Мудрых карта, которая в первую очередь ориентирована на развитие и очень часто игры на ней затягиваются. Играют у нас Зорг за Эльдар и известный игрок Слава Украинов за Сестер Битвы. Так вот, почему же, по моему мнению, на Встрече Мудрых не так и легко с сестрами битвы играть против Эльдар? Связано это с тем, что на этой карте 6 точек и достаточно легко ставится и защищается термогенератор. В силу этого Эльдары имеют возможность дожить до своего третьего тира, как правило, обладают весьма неплохой экономикой. Спорных точек здесь никаких нет. Четко понятно, что вот эти точки будут принадлежать Эльдару, ну а вот эти точки, соответственно, будут принадлежать игроку за Сестер Битвы. Даже если ты оппоненту его точки сломаешь, себе ты их не заберешь, поэтому спорными их называть не следует. Так вот, игра имеет все шансы затянуться. В затянувшейся партии Эльдар, поставивший термогенератор и имеющий прирост по реквизиции, скажем, плюс 160, а то и все плюс 184, имеет возможность за счет Т3 оптики, большого количества риперов, пауков, выиграть игру по большому счету. Ну, потому что Всевидящий Совет отличный, вяжущий юнит, получающий урон, а в Райслорды при поддержке копий прекрасно убьют экзорцисты и все прочее, что игрок за Сестер Битвы сможет построить. Но до этого момента, пока Эльдар не наберет такое большое экономическое преимущество и преимущество по армии, матчап, конечно же, для него крайне некомфортный. Почему? Потому что Серафинки, крайне мобильный юнит, обладают двумя прыжками и двигаются в обычном состоянии с такой же скоростью, с которой двигаются Эльдары под Fleet of Food. При этом, в отличие от Эльдара, они могут стрелять на ходу еще и делают это достаточно точно. На карте Встреча Мудрых чаще всего играется билд в одну Серафинку, Делит Оружейный здесь весьма невыгодное занятие, намного лучше поставить раньше генератор, самому захватить свои точки и так далее. Обратите внимание, что стартует Слава Украина в трех миссионеров, чтобы лучше, быстрее забирать карту. Зорг, его оппонент, тоже не лыком шит, смотрите, каким образом он капит точки. У него немедленно реагирует два отряда риперов на этот декап и поэтому Слава с декапить бесплатно эту позицию не сможет. Он будет терять Серафимов на этом декапе, соответственно, экономического превосходства он здесь не добивается. Он фактически теряет больше ресурсов, чем приобретает, задерживая захват Эльдаром этой точки. Опытные Эльдары умеют разделять свою армию правильно против Серафимов, потому что ее действительно нужно разделять и ни в коем случае не стоит бросать отряды дозорных отдельно без прикрытия риперов. Также крайне эффективным способом борьбы с Серафимками может быть изучение плазменных гранат в главном здании. Опытные Эльдары практически всегда плазменные гранаты против Серафимов изучают, даже если Серафим всего один отряд. Но посмотрите, что за счет верного управления юнитами, правильного позиционирования, зорг успешно забирает все свои точки, кроме реликта. И даже когда ему немного не хватает денег на застройку, его армия всегда готова позиции прикрыть. И даже если, допустим, сюда прыгают Серафимы, у зорга есть свободные средства, он набрасывает пост, потом прикрывает своими войсками, соответственно, эту точку. Сейчас у зорга небольшие флоты, это ошибка, а со стороны игрока за сестер биты является ошибкой введения в бой трех миссионеров. Вот в этой ситуации, из-за чего один из них уже погиб, и два других тоже вот-вот погибнут. Нет большого смысла вот так вот тянуть время, отдавая своих каперов. Намного лучше было бы, конечно, одного дедушку послать наверх, другого дедушку послать вниз. Вероятно, Слава опасается того, что ему отменят застройку реликта или застройки генераторов. Вот эти вот риперы. Но опасаться на самом деле не стоило, поскольку если риперы забегают к вам на базу и делают вам пакости, вы просто в ответ залетаете серафимками и ломаете генератор Эльдару. У генератора Эльдар 1200 здоровья, у генератора Сестер Битвы 1500 здоровья. Ну и кроме того, серафимки имеют возможность быстро все поломать и вернуться обратно. Сейчас вынужден игрок за Эльдар бросить захват реликта, поскольку не хочет терять своих дозорных. А плазменные гранаты он не изучает. Он тратит энергию на апгрейды постов. Вот пошел у него первый апгрейд в позитивном укрытии. Слава Украина взлетает на базу Зорга, начинает расстреливать его единственный генератор. Но понимая, что за ним уже есть хвост, преследование в виде риперов, он решает не останавливаться и двигаться дальше. Попадается ему Боунсингер в юбке по пути, выхватывает некоторый урон от болт пистолетов, но теряет двух серафимочек. Игрок за Сестер Битвы. Очевидным образом, спамить серафимов Слава не планирует, иначе бы у него уже было три отряда. Он планирует быстрый выход во второй тир. У него стоит два генератора, ставится третий. Имеется икона для того, чтобы включать лечение миссионерам. И вот он произвел двух дополнительных миссионеров, после того, как потерял первых трех. Это несколько замедлило его выход в следующий тир. Конечно, лучше бы он своих первых дедушек не терял, они бы очень пригодились. И сейчас игрок за Сестер Битвы контролировал вот эти позиции, и получал бы с них ресурсы. Отличный запрыг, который, опять же, несколько откладывает процесс захвата реликта Эльдаром. Снова жертвуются дедушки, фактически размениваются на время, которое Эльдар тратит на их убийство. Но легко не факт, что это действительно требовалось здесь. Что же касается Зорга, он планирует тоже выходить во второй тир, но для этого нужно ставить больше генераторов, поскольку почти всю энергию Зорг вложил в апгрейды экономики. Вы видите, здесь три ЛП2, это достаточно много на первом тире. Во второй явно Эльдар не торопится, но зато сейчас имеет прирост плюс 110 по реквизиции, что неплохо. Обратите внимание, какое количество юнитов сторожила сейчас реликт. Очень прилично отреинфорсил дозорных Зорг. Это связано с тем, что данный юнит эффективно перестреливается с Серафимами, но, конечно, не очень перспективно реинфорсить дозорных, ввиду того, что оппонент уже вышел в Т2. У него появляется такой юнит, как Селестианки, вот уже две в заказе, по которым у дозорных урона нет вообще. Ну, в принципе, нет. Ни в ближнем, ни в дальнем бою. Единственный способ как-то повредить Селестианок, это бросить в них, опять же, плазменную гранату. Им она наносит такой же урон, как и всем остальным. Очень интересный прыжок, совершенно бессмысленный. Ну, конечно, небольшая ошибка от игрока за сестер битвы, но сейчас он планирует забраться на базу к противнику, воспользоваться своим ветераном-супериором с уже изученным, простите, инферно-пистолетом и пожечь там Боунсингеров. Изучается броня, должен похвалить, это первоочередной по важности апгрейд, он даже важнее, чем инферно-пистолет, но пистолеты можно изучить еще в процессе выхода в следующий тир, а вот что касается брони, то только выйдя во второй тир, игрок за сестер может ее заказать. Облетев всю вражескую базу, Слава успешно находит место постановки Солшрайна. Выбрана не случайно зоргом именно эта позиция, поскольку она прикрывается сразу двумя ЛП-2, но и кроме этого он забирает всю свою армию для того, чтобы защититься от этой атаки. Встречается уже с первым отрядом Селестианок, которому, конечно же, не выдается никакое тяжелое оружие, поскольку выдача мельт уменьшает урон Селестианок по пехоте, что совершенно неприятно и ни к чему. А ломать здание вполне можно и из обычных болтеров, кроме того, есть замечательный крак гранаты, который можно изучить и использовать для той же цели. Зорг вынужден добавить третьих риперов, его дозорные как-то сиротливо жмутся под УПшками, под ФОФом. Плазменные гранаты, кстати, до сих пор не изучаются, хотя все возможности для этого есть. Забодные ресурсы имеются, и даже Т2 уже заказан. Но вот только Боунтингерам устроили небольшой геноцид, и поэтому главка временно занята. Здесь Серафимы сражаются с риперами. У Серафимов пока нет апгрейдов на меч, но все равно в ближнем бою они сильнее, даже немного зажимают этот отряд. Но Эльдар, набрав еще дополнительную массу, добавив уже третий отряд риперов, рассчитывает отбить свои позиции. Селестианки пытаются уже в количестве трех отрядов пробить эту точку с лоу-граунда. Им в ответ должны отвечать рипер-лончеры, вот этих вот бравых ребят в черной форме. Снова прыгают Серафимки, но от меня здесь уже нечего. Во второй тир игрок Зельдар благополучно выше. У Славы экономика 98 на 40, по энергии чуть больше, чем у Эльдара. По реквизиции несколько ниже, потому что нет такого количества точек с апгрейдом. В принципе, ЛПшки нет апгрейджены нигде. Используется Ангелик Визаж для увеличения урона, не совсем точно была применена способность и не активировалась на большинстве Селестианок. Стоило бы, конечно, сначала залететь в толпу Селестианок, потом активировать Ангелик Визаж. Но в любом случае, Зорг, вынужденный здесь разделять армию, достаточно некрасиво уходит из данной ситуации и теряет большое количество моделей риперов. Сейчас его продолжают преследовать Серафимы и потерь будет еще намного-намного больше за счет того, что большая часть юнитов СОП прекрасно стреляет в движение. Это Серафимки, у которых точность падает всего лишь на 15%, если я все правильно помню. И это Инферно-пистолеты у замечательных ветеранов-супериоров Селестианок, которые, как мы видим, тоже отлично жарят риперов прямо на ходу. И Зорг теряет один из отрядов риперов, который был вынужденно добавлен для того, чтобы суметь дожить до второго тира. Итак, Эльдардо второго тира дожил, оптику изучил, уже заказал броню и делает орликинов. Для чего делаются орликины? Вероятно, по задумке Зорга, они должны растанцевать пехоту противника и, разбрасывая ее танцем, сделать ее, соответственно, уязвимой от огня риперов. Но все это в теории. А как это будет работать на практике, мы сейчас увидим. Начинается растанцовка. Это разделяет отряд Серистианок на две половины. И кажется, вот-вот погибнет ветеран-супериор. Но нет, вроде ветеран-супериор успешно убегает. В итоге единственной жертвой способности танец становится одна Серистианка. А орликин, получив огромное количество урона, абсолютно становится небоеспособен. Однако, выходит вторая орликина. А для первой уже изучается апгрейд на лечение рядом со Звездными Вратами. Очень опытный игрок Зельдар, Зорг, разумеется. Он ценит подобные возможности, такие вот как ускоренное восстановление здоровья. Для орликинов здесь можно в четыре раза быстрее изготовить ее к следующему применению способностей. Происходит прыжок на дозорных. По-прежнему у них нет плазменной гранаты. Наверное, уже не будет. Почему стоят дозорные здесь, на критической точке, я не вполне понимаю. Конечно, их стоило бы оттуда уже убрать. Очередная попытка растанцевать противника, уже вторым орликином. Несколько более удачная. Да, удалось убить трех Серистианок. В основном всю работу, конечно, риперы делают. И два орликина одновременно начинают фаер-шоу с этими замечательными воительницами Экклезиархии. Но успехи все равно какие-то печальные. Даже целых три орликина не дают никаких особо возможностей. Зоргу, потому что их элементарно поджаривают из пистолетов. И дед выдает гнев императора прямо на целый отряд рипов. Зорг не уворачивается и теряет отряд практически целиком. Пожалуй, от орликинов здесь совсем мало проку. Но им все-таки удалось пока что как-то убежать. И чего-то, может быть, они навоюют в будущем. Ну, я очень надеюсь. Не может производить пауков сейчас, к сожалению, игрок за Эльдар. Поскольку для производства пауков нужен технопортал. Он стоит 200 реквизиций. А вся реквизиция уходит у него на риперов. Для того, чтобы его банально не пропушили. Потому что сначала вы строите технопортал за 200. Потом камень пауков за 120 реквизиций. Все это время вы ждете, ждете. И армия у вас, соответственно, не копится. Очередной орликин врывается в толпу серестьянок. Кастует поцелуй. Поцелуй богуется. Убивает только одну серестьянку. И орликину ожидает здесь, конечно, весьма печальный финал. Что, в принципе, должно быть даже достаточно закономерно. Очередная орликина здесь потратила какое-то время в пустую на верхней позиции. И сейчас, вероятно, идет к звездным вратам, чтобы восполнить здоровье. Экономика Ильдара уже не сильно отличается от экономики игрока за сестер битвы. Сейчас я вам покажу. А это была способность Святой Приговор, которая помогает убить следующий отряд риперов. Зорг вынужден вести в бой сразу двух орликинов, чтобы спасти этих риперов. И орликины, естественно, все погибают от инферно пистолетов. Отряд риперов спасен, но какой ценой? Так вот, экономика игрока за сестер битвы уже 133 на 40. Он отапгрейдил свои точки, изучил глобальный прирост реквизиции и продолжает методичный спам серестьянок. Серафимов он, к сожалению, потерял. Его армия состоит из пяти отрядов серестьянок и строится шестой. По сути, это достаточно стандартный билд сестер битвы со спамом серестьянок и ранним выпуском дорогого конфессора, известного также как Дед. Очередной орликин пытается впечатлить сестер битвы своей растанцовкой. Поцелуй не проходит. И орликин хотя бы успевает убежать, не получив огромного количества урона в ответ. Что же касается Зорга, то его армия в настоящий момент слабее, чем у оппонента. Состоит она из трех отрядов риперов со всеми апгрейдами, двух орликинов, одного орликина, простите, потому что один уже погиб, и дозорных, которые все еще есть и могут капить точки. Заказан генератор Зоргом, потому что он продолжает производство орликинов. Кстати, крайне невыгодное для игрока, обладающего всего двумя генераторами. Ему стоило бы попробовать поставить термогенератор на одной из позиций, но здесь проходят Селестианки, поэтому он будет замечен, а на верхней захвачен Крит игроком за сестер битвы, поэтому там тоже шансов не так много. Очередной гнев Императора, на этот раз в дозорных, и снова Зорг не уворачивается и несет колоссальные потери. И снова очередной орликин пытается здесь показать чудеса акробатики и, ну, в этот раз даже серьезно наносит урон Селестианкам. Их много остается лежать на земле, благодаря огню риперов, поддерживающих этого орликина. Однако, даже отступая, вполне неплохо этого орликина юниты сестер битвы поджаривают. Наверху сначала один отряд Селестианок разводил, Зорг ломал ему точки, теперь к ним присоединился второй. Зорг ставит турель для того, чтобы хоть как-то его здания могли самостоятельно защищаться, покуда армия истерично бегает туда-сюда, вверх-вниз и пытается все прикрыть. Сейчас, на самом деле, имея большое преимущество по армии, шесть отрядов Селестианок против трех риперов, игрок со сестер битвы должен давить и объединять силы. Чем, в принципе, Слава пользуется, да, он более-менее пытается собрать силы в кулак, но наступать, кажется, в узком проходе ему кажется невыгодным, и это вполне понятно. Есть небольшие накопления у игрока за сестер битвы, может быть, он хочет заказать третий тир, и связано именно с этим наличие каких-то флотов. Может быть, ему просто не хватает внимания для своевременного распределения ресурсов. Тем не менее, его экономика радикально больше, чем у Ильдара, 161 на 40 против 133 на 30. Зоргу удалось таки изучить глобальный апгрейд на реквизицию, но большая часть энергии уходит на спам арликинов, а большая часть реквизиции на реинфорс риперов. Конечно, риперы не очень эффективный юнит против Селестианок, их единственным преимуществом является дальность стрельбы. О, кстати, багуется стан конфессора, и риперы успешно уходят. Почему это происходит? Потому что не очень аккуратно применять способность, слава украинов, он должен подойти ближе к отряду и после этого применить стан. Если колдовать на максимуме дальности способности, то она багуется. Аналогичной особенностью обладают цепи Чернокнижника у Хаоса, способность запутывания... О, наконец-то удачный поцелуй. Да, способность запутывания у Варлоков Ильдар и крик Капеллана Космодесанта. То есть это особенность не только одного конфессора. О, еще один поцелуй. Сразу два поцелуя срабатывают у Зорга. Он, конечно, выиграл в Ильдарском казино. Не очень это можно назвать хорошим уворотом от способности конфессора. Однако, даже несмотря на два прошедших поцелуя по армии противника, все Орликины элементарно отстреливаются из инферно-пистолетов. И как-то селестянки, даже будучи ранеными после сработавшего оружия Орликинов, чувствуют себя относительно неплохо. По большому счету это такой блоб смерти, который движется по карте и все выжигает из инферно-пистолетов. Здесь я не вижу никаких мельт. Они действительно не нужны для сноса зданий или борьбы с легкой Ильдарской техникой. Я думаю, что только лорды-призраки и фаер-призмы потребуют тяжелого оружия от селестянок. Все остальное элементарно убивается из болтеров и инферно-пистолетов. Очень здорово просто спамить один единственный юнит победы, правильным образом его использовать, накапливать критическую массу и можно Ильдар побеждать. В этом матче слава украинов не пытается использовать какие-то хитрые вещи, типа ринок, самолетов, эмоляторов и прочего арсенала сестер битвы, который имеется в машинерии. Вполне хватает вот такого стандартного спама селестянок для того, чтобы Зорг не мог совершенно продыхнуть, поскольку если бы давление игрок за сестер битвы ослабил на своего оппонента, то был бы поставлен техно-портал, появились бы пауки, а пауки это уже более серьезный юнит, который селестянками вполне может перестреливаться на минимальной дальности. В этот раз нормально сработал святой приговор у конфессора и отряд риперов полностью останавливается. И нужно, конечно, остановиться и сконцентрировать на нем огонь инфернопистолетов, чего игрок за сестер битвы не делает, не справившись с управлением. Продолжается производство орликинов, совершенно какая-то бешеная их штамповка. Может быть, Зорг случайно поставил их на автопостройку, но зная Зорга верится в это с трудом, наверное, специально вот такая тактика. Чем больше орликинов, тем лучше. Риперы не могут никак выйти из барака, потому что не хватает звездных врат, и нужно, конечно, звездные врата сейчас построить. И только сейчас, на 19-й минуте, был закончен техно-портал, что в дальнейшем позволит заказать пауков. Появляются первые ринки, но это не только первые ринки. Обратите внимание, что игрок за сестер битвы вышел в 3-й тир, и только после выхода в 3-й тир он поставил мануфактор, начиная производство экзорцистов. Ринка непростая. Ринка с начинкой в виде сестер битвы, которым выдали 3 хэви-болтера. Наконец-то мы видим какие-то другие юниты, кроме серестианок. С чем связан выбор сестер битвы? С тем, что на 3-м тире, кстати, минус очередной орликин, с тем, что на 3-м тире появляется крайне полезный апгрейд, вот здесь вооружение и сестер битвы, называется он Псиокулум. Этот апгрейд радикальным образом увеличивает урон хэви-болтеров, увеличивает дальность стрельбы серестианок и удваивает урон серафимов. Но, к сожалению для славы, серафимы просто не дожили до данной стати игры. И вот с апгрейдом Псиокулум, болтеры и сестер битвы становятся самым эффективным оружием своего класса. А учитывая их большую численность, что можно выдать 5 хэви-болтеров в один отряд и возить 2 отряда таких сестер на ринке, это получается какой-то аналог космодесантников хаоса с их хэви-болтерами. Изучается апгрейд на увеличение количества хэви-болтеров. И есть уже один экзорцист. Юнит для риперов крайне неприятный, потому что их разбрасывает и не дает им использовать преимущество в дальности стрельбы против серестианок. А серестианки, кстати, уже не такие и не дальнобойные после апгрейда на Псиокулум, который, кажется, дальность им повышает на пятерку. И вот риперы разбрасываются, мораль теряют и вылетают прямо под болтеры и инферно-пистолеты. Изучается глобальный прирост влияния номер 2 у славы Украинова. Что же касается Зорга, то тот начинает строить фалконы. И я могу это решение всячески одобрить, поскольку фалкон юнит более быстрый, чем риперы, еще и прыгает. Поэтому позволяет использовать риперов намного более эффективно. Кроме того, прячась фалконе, нужно уворачиваться от выстрелов экзорциста. А еще, пожалуй, фалкон одна из наиболее эффективных единиц техники Эльдар против сестер битвы, потому что его можно оснастить Старкеноном и при хорошем микроконтроле на пределе дальности расстреливать Селестианок и наносить им урон, кроме того, понижая им мораль. Последний выживший в Зорга дозорный отчаянно убегает от ракеты экзорциста и кажется, ему удается в этот раз спастись. Но тут Зорг неудачным образом выезжает, ловит две крак гранаты и фалкон немедленно погибает. Это, конечно, недостаток управления игрока, рассказывается. Очередное применение Гнева Императора не такое успешное, как предыдущее, но ракеты экзорциста и концентрированный огонь болтеров, инфернопистолетов здесь решают сражение в пользу сестер битвы. Хороший запрыг на фалконе с фаердрагонами, чтобы сломать этого экзорциста, но в ответ приезжает Рина, битком набитая, с сестрами битвы с болтером, на которые установлен апгрейд псиокулум, отчего немедленно умирает целый отряд риперов. Вот-вот лопнет фалкон. Ой, какие шикарные поцелуи по всей толпе селестианок, но им почему-то совершенно плевать. Кажется, они пропустили два поцелуя от двух орликинов. Полную способность танец, но они как будто совершенно не впечатлены. Да, половина селестианок здесь полегла, но оставшиеся успешно дерутся пиломячами с этими орликинами и такое чувство, что вот-вот их разберут. И Зорк пишет, GGWP, все его риперы погибают, армии не остается. Первый отряд пауков с Т2 оптикой, Т2 броней уже не в состоянии справиться с таким колоссальным блобом селестианок при поддержке сестер битвы. Давайте посчитаем, сколько здесь вообще юнитов. Здесь 10 лимита занимают селестианки, то есть их 5 отрядов, и еще 4 лимита занимают сестры битвы. Два полных отряда с хэви-болтерами практически под завязку. У славы украиного на конец матча была возможность поставить алтарь святой воплоти, выйти в четвертый тир. Экономика у него составляла примерно 168 против где-то 112 у Зорка, то есть тоже преимущество в полтора раза. И еще достраивался термогенератор, который радикальным образом увеличил бы прирост. Учитывая то, что здесь сделаны все апгрейды на прирост энергии, страшно представить, сколько энергии получал бы игрок за сестер битвы в конце матча. Что я могу сказать по поводу данного сражения? Ну, я считаю, что решение Зорка с память Орликинов было совершенно точно опрометчивым. Я в этот юнит против сестер битвы абсолютно не верю. Считаю, что он может быть оправдан только если матч уже выигран. Что такое уже выигранный Эльдаром матч? Это если Эльдар набрал критическую массу пауков, с которой Селестианки не могут справиться. В этой ситуации, да, можно использовать Орликинов, можно, в принципе, использовать уже абсолютно любые юниты, какие сочтете нужным. Вот. Но, если преимущества у Эльдара нет, мне кажется, что Орликины даже менее эффективный юнит в данном матчапе, чем Баньши. поскольку Баньши хотя бы окупаются при сражении с Селестианками в рукопашную. Ну, конечно, есть много других причин, по которым Баньши не лучший выбор. От них можно уехать на ринке. Игрок за сестер битвы может повреждать их движение инферно-пистолетами. Он может отойти под свои ЛП2, в конце концов. Вариантов убить Баньши достаточно много. Ну, и тем более, здесь есть, кстати, сопки на ринках с Кэви Болтерами. Так что, на этапе игры, когда у вашего противника есть такое оружие, выбирать чисто ближний бой, наверное, не самое лучшее решение. Чаще всего опытные игроки за Ильдар первый тир агрессию Серафимов отбивают за счет плазменных гранат дозорных и небольшого реинфорса данных юнитов. А на втором тире переходят к производству Фалконов и Пауков. Фалконы обладают достаточной дальностью и прыжками, чтобы не страдать так серьезно от крак-гранат, как техника других раз. Что же касается Пауков, то они достаточно жирные и достаточно хорошо стреляют для того, чтобы с Селестянками справляться. А попытки повязать себя в рукопашную они могут сконтрить при помощи двух своих прыжков. Все равно, конечно, матчап на втором тире и на первом для Ильдара очень и очень проблематичный. Как вы видите, игрок за Сестер Питвой намного меньшим опытом обладает, чем Зорг. Играет в эту игру, я думаю, в пять, в шесть раз меньшее количество времени, чем Патриарх Рас Ильдар, которого вы здесь увидели. Но, тем не менее, практически спамя один юнит Селестянки, правильно двигая Селестянок на поле сражения, используя все способности Святой Приговор, Каньев Императора, Крак Гранаты, он добивается очень хороших результатов. Я думаю, что этот реплей может быть полезен некоторым начинающим игрокам за Сестер Битвы, чтобы понять, что с Ильдаром делать. На первом тире у игрока за Сестер Битвы в этой битве никакого преимущества не было. У него был один отряд Серафимов против трех отрядов Риперов. То есть, у Ильдара было колоссальное численное превосходство, что делал слава. Он не попадался в ловушке оппонента, по крайней мере, старался избегать прямого столкновения с риперами. Занимал оппонента пролетами по его базе поиском Бонсингеров, замедлил выход Ильдара во второй тир, расстреляв Бонсингеров. Раньше противника вышел во второй тир, приступил к производству юнитов победы, не забывал про способности за веру, вовремя сделал своего героя и результат закономерная победа. Я думаю, что еще данный реплей хорошо поможет прояснить, что Орликины в данном матчапе не являются юнитом победы точно, поскольку Зорг не просто спамил Орликинов, он пробовал их применять в данном матче поодиночке, парами, тройками. Он в первую очередь изучил апгрейд на лечение Орликинов, старался лечить всех, кто был ранен в бою, и кроме этого, я не уделил этому внимания в обзоре, но это было, игрок Зельдар прокачал два командирских апгрейда, увеличив здоровье Орликинов до 925 хитпоинтов. Урон, насколько я помню, у них от этих апгрейдов не повышается, но здоровье повышается, то есть он сделал абсолютно все, чтобы Орликины были максимально эффективными, и все равно они себя показали с крайне фиговой стороны в данном матче. По сути, учитывая количество Орликинов, которые потерял Зорг, количество ресурсов, которое было впустую на них потрачено, на эти деньги он мог заказать технопортал, пару фалконов, и потом еще выйти в Т3 и сделать Т3-оптику, и уж с Т3-оптикой шансы бы против сестер наверняка какие-то были бы ну, получше, чем здесь, получше, чем то, что мы увидели вот эти вот бесконечные Орликины, которые бегут, пытаются кого-то поцеловать, ничего не получается, они разваливаются и снова, 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 и снова. Ну, что ж, друзья мои, я вам посоветую не совершать подобных ошибок, пользоваться проверенными методами, когда можете, когда не можете, экспериментируйте, конечно, и пусть вам всегда сопутствует удача в играх. Спасибо за внимание, до скорой встречи в следующих выпусках реплеев современных игроков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok